Наконец-то я выделала костюм для фестиваля. Уверена, что понравится зрителям и жюри. И в этот раз я все же смогу почувствовать. И кто знает, может займу какой-нибудь место. Да, костюм несложно. Но я постараюсь его отыграть так, что это будет стандартно из лучших выступлений. К сожалению, ваша заявка отклонена. С уважением, Кор-комитет Билибердзянск-Кона. Ну что ж, и на этот раз не получилось. Не везет. Наверное, там действительно крутые костюмы будут. Не то, что мне. Может, мне стоит завязать косплей? Может, это не мое? Ну уж нет. Это мое увлечение и приносит мне радость. Я буду бороться и совершенствоваться. В следующий раз я сделаю такой костюм, что Кор-комитет точно не смеет показать. Этот фестиваль будет самым крутым за всю историю фестиваля в Билибердзянске. А кто знает, может это лучший цифон? Я же представляю хвалебные отзывы во всех СМИ. В том числе и лучший косплей на группах контакта. Меня признают лучшим организатором. Ага. Хотя я и так лучшая. То, чего вы так долго ждали. Приходите, будет весело. Слушаю ведущего Черноземья с большим призовым фондом и розыгрышем отличных призов для зрителей. И с бесплатной гостиницы для участников. Кажется, я что-то забыла. Но что? А, точно, программа. И с чего они так все к ней привязались? Не все ли равно, в каком порядке выступать? Пожалуйста, поставьте мое выступление в разные блоки. Мне спи и переодеться очень сложно грим. Ага, как же. Хороший косплеер должен все успевать. Прошло несколько дней. День фестиваля. Уважаемые участники фестиваля. Мы начинаем с этого. Великобританский конь 2019. При 5 фестивалях. Великобританский конь 2019. И с вами я, его ведущий, Олег Савельенко. Мастер слова. Человек с невероятной энергетикой. И заветом хорошего настроения. На Беликобритансхоле я увлеку и развеселю вас. Н. Магический. У. Удивительный. Д. Душевный. А. Артистичный. К. Креативный. И все это я. Транирую даты на свадебный сезон 2019-2020. Телефон плюс 7-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5. Звоните и мне говорите. А теперь мы встречаем первого участника в конкурсе караоке. ПЕСНЯ М-да, ужас какой-то. Неужели непонятно, что нужно готовиться? Что у нас серьезный конкурс, а не утренний в детском саду. Выбрала бы песню полегче. Если со-сложно, не получается нормально. А теперь встречаем нашу звезду, Панела Роуз. Она участвует сразу в трех номинациях. Она не только господин, но и певица, и танцовщица. Субтитры создавал DimaTorzok Спонсора Логопедического Центра Тараторка. Бесплатный объект по месяц. И этот приз мы разлетаем прямо сейчас. В нем будут участвовать все гости фестиваля Некричьи Нерго-билеты. Каждый ваш билет осващен индивидуальным номером. Сейчас мы случайно образом определим счастливчика. Кручу, верчу, запутать хочу. Итак, это номер 15-575. Приглашаем предвиделя на сцену. Поздравляем! Вы становитесь счастливым обладателем нашего главного приза. Какие впечатления? Ну что я могу сказать? Очень рада и страшлива! А сейчас снова Дихилет. И это... Ну, в общем, приглашаем наступающих на сцену. Тут незнакомый персонаж. Дай богу. Э-э-э, а что там было-то? Да ничего особенного. Да я вот гляну, что ты там поставила. Что, опять? Ну, пожалуйста. Ну, ладно, нам. Но только это в последний раз. Ну, а сейчас самое интересное. Оглашение результатов. Это был самый посвятительный фестиваль, из всех, на которых я бывала. Лучший ведущий, зритель, участник, члены жилья. Поаплодируем им. А теперь... Итак, первое место в карауле занимает Ванила Роуз. Первое место в одиночном игре занимает Ванила Роуз. Поздравляем! Первое место в одиночной станции. Второе место в одиночном игре занимает Ванила Роуз. Молодец! Вот это я понимаю. Профессионализм. Как только на все руки мастер-салон. Теперь у групповой тетей. Второе место. Наши соседи из Адрибинска. Поздравляем! И, наконец, первое место в групповой тетей, а также денежный приз в 20 тысяч рублей получает Казбайр. Приобрет кинни с нашим или контракт кинни с компанией. Поздравляем! Подождите! Казбайр, контракт и компания выступили в дефиле соцентра на 6 минут с полноценными сюжетными диалогами и превышением разрешенного количества участников. Они подавались к групповой тетей и выступили в этой номинации. Нет, это была сцена. В правилах четко написано, сколько человек времени может длиться групповой дефиле. В правилах также сказано, что организатор вправе менять правила по своему усмотрению. Нас попросили, мы почти навстречу участников. Что в этом такого? Есть мнение жюри, и как и везде, оно неоспоримо. Судьбу конкурсу решила на жюри. А вы, пусть сопоставили с другом абсолютно разной математики и исполнение выступления. Что произошло? Первое место в групповом дефиле получила сцена от друзей органов. Какой-то контракт и... Да вы просто встретитесь, потому что завидуете и не умеете проигрывать. Мы не умеем проигрывать. Мы не умеем проигрывать. Да, вы не умеете проигрывать. И вообще, почему за второе место нам дали только грамот? Скажите спасибо, что вообще что-то подарили. Грамота. Это не просто какая-то бумажка, а огромное достижение. Зато у нас была бесплатная гостиница. А, хватит ты, 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 гостиница, а все щели. Несмотря на кучку хейтеров, причем, как я вижу, из одного города, фестиваль не просто будет жить, он будет развиваться. В гораздо лучших фестивалях вашему Затрибинске. Ой, все, довели. Пойду записывать видео. Ой, привет, мои дорогие котлеты. Мне спорто, что я делаю в стране. Читала ваши комментарии, но очень много комментариев. Это дефиле о сценах. Было слишком много, слишком долго на дефиле. Правда, написано другое. Ку-ку-ку. Но, возможно, изменения порешили организатор. У нас было дефиле. Бл-де-фи-ле. Вот ты спрашиваешь, почему не пошли в цену? Да что надо идти? Нам никто просто-напросто не сможет составить конкуренцию. Мы потратились на костюм. Ложили у них деньги, силы, нервы. Попрошли на пенсию. И вот что? Мы должны идти на конкурс, остаться без призов внимания и славы? Ну как вы себе это представляете? Вот у меня сейчас очень пригорело. Просто доверение до истерии. Что вы всем позволяете? Вообще-то, мы не какие-то там контракты компании. Мы Казбет, хрен, редьки, не слаж. Что вообще-то сказать за причину? Умейте проигры. Будьте проще, пожалуйста. Мы вас любим. Организатор. О! 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 Девенечка гинул. Здесь я прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмякайте колокольчики. Целла с пузико. До новых встреч! Чемчалка, камни, дороги! Почему мы, походу, в лекции не покрыты рем-сценки? Почему за второе место нам дали грамоту? По-другому приз дали. Столько сил в коспоя нужно обедно, ябову. Ну ладно, так уж и быть. Если вы такие мелочные, что, как наши футболисты, выступать лишь за деньги, мы вышли в адресы. А для того, чтобы получить приз, нужно постараться. И новый конкурс. Кто по окончанию музыки сядет первым на этот стул, тот получит приз. Вот, отличненько. Получите приз. Но это еще не все. Главный приз у меня в руках. Танцую, ребята. Отлично. Получайте свои призы. А это что? Трусы от оргов. Хит этого сезона. Мы их ругали. Нам будем еще с вами. С вами просили хоть что-нибудь? Еще недовольны? Зачем тогда открывать свой рот? Что требовать от организаторов? Если уже заранее известно, что все равно будете недовольны сделаны. Я вспомнила. Это все провокации. В прошлом году я была на фестивале в Затрибинске. Написала конструктивную критику про ваш фестиваль. Вы запомнили этот пустырь, теперь пустите. Короче, негативные отзывы высказывали только за три минуты. Ребята, ну некрасиво это. Какая-то массовая атака забегов. Это как минимум странно, а как максимум. Это бодло. Опять эрбейцы, опять совершенные самомнение, синдром недооцененности. Это так умилительно. Да вы должны быть благодарны организаторам за то, что они за свой счет предоставляют людям возможность показать себя на сцене. У победителей был очень интересный выход. Такое решение приняло жюри. Мы должны были оскорить их мнение. То есть попкорн мне сегодня пригодится. Все, с меня хватит. Походу, в группе Феста меня забали. Ого, я, оказывается, успела оскорбить кого-то. Хотела заболеть, кого и когда. Но подозревают честно. А ты еще в строю? Нет. Походу, меня забали, не заболели, а в твое сообщение. А я не пойму. Там какая-то своя реальность. Причем интересный, задор, конкуренты и прочее. Все же вам виноваты, а в центре она. Невинная и офигенная. Просто вали. Пойдем, Асюха. Уходим нечем. Идите, идите. Только смотрите, как сделать свой фестиваль лучше нашим и не повторить наших ошибок. Повторить ваши ошибки? Да, нужно быть сказочным, ну, ***. Хороший фестиваль. А, за все у нас туда и конкурсы интересные. Какой снегный срач? Но мне пора в гостюм догоняться, наоборот, и делать заказ на церковь. Делать, да, делать, да. Что? Галкин разводится с Пугачевым и езженится на прохорь и шерепине? Нужен ведущий. Срочно выезжай. А, пойду придумаю новую сценку, чтобы выступить в дефиле. Или дефиле, чтобы выступить в центре. Хм. Короче, не знаю, но в опишке ждут новое видео. Ну и пусть идут. Всего хорошего. У них все равно фестиваль хуже. И нет бесплатных гостиниц. Они просто завидуют и решили таким образом оторваться на них. А я снова сделаю фестиваль круче. И они снова будут подаваться на него. Только посмотрим, насколько их костюмы будут крутые для моего фестиваля. Ну и вообще. Ой, ну ладно. Какой хороший фест без скандалов. Зато вас знают теперь все. И будет больше крутых заявок. Мы сделаем костюмы еще круче. И снова выступим у вас на фестивале. А я сделаю сценку и подам ее в сценку. И я снова выступлю во всех катанцах. Эй, бог с ним сидим галки. Белепридиан сколько для меня важнее. КОНЕЦ Субтитры подогнал «Симон»